Добрый вечер! Давайте поаплодируем наши гости. Ну и сразу добрый вечер. Да, конечно, микрофончик. Добрый вечер еще раз. Мои многочисленные гости, долгожданные. Спасибо, что вы нашли время прийти. Мы понимаем, что 6 часов вечера в будний день это непросто, но тем приятнее вас тут видеть. Дамы и господа, сразу хочу оговориться, что у вас есть уникальный шанс задать свой вопрос. Вопросы есть безумные. Конечно, есть и у меня. Мы с Верой с удовольствием побеседуем по книге, конечно же, по теме книги. Но тем не менее, если у вас появляются вопросы, вы не стесняетесь, поднимайте руку, с удовольствием передам всегда микрофончик. Хорошо? Договорились? Ну а пока первый вопрос у меня, опять же, по книге. Расскажите, пожалуйста, наверное, банально, но тем не менее, историю вашего романа. Как родился сам сюжет и замысел этой книги? Ну, тут, наверное, стоит начать для тех, кто не читал мои книги и не знает как-то краткую предысторию. Роман «Сердцемастер» — это продолжение первой книги, которая называлась «Парадокс апостола», она вот здесь тоже представлена. И это часть трилогии. На сегодняшний день я думаю, что это будет трилогия, возможно, как-то она разовьется потом большее количество книг. Серия называется «Парижский квест». Главный герой этой истории — это парижский журналист-расследователь «Парижане с русскими корнями». Ну, почему «Парижане с русскими корнями»? Да потому что, на самом деле, среди реальных прототипов этого героя немало людей, попавших когда-то из России в 20-е годы, попавших во Францию с волной эмиграции 20-х годов и нашедших их потомки нашлися применение в области журналистики в том числе. То есть это реально все-таки прототипы, либо собирательные образы? Да, это собирательный образ, но поскольку я часто участвовала в конференциях по расследовательской журналистике, как-то мне встретился персонаж, который вот прям на век как бы подтолкнул меня к тому, что наконец-то бы сесть писать. Человек с удивительным чувством юмора, но и меня не удивило, что его фамилия имела русские корни. Да, так что образ собирательный, но тем не менее персонаж вполне реальный. Скажите, в вашем романе на самом деле это вообще развлекательный жанр, правильно? Да, это в меру легкая проза, и меня, в общем-то, за это хвалят, потому что мне как-то удается, мне кажется, затрагивать темы достаточно серьезные, облекая это в достаточно легкую, удобоваримую форму, и скорее это развлекательный жанр. Но, тем не менее, там очень много такого, я бы сказала, фактологического, документального материала и об оккупации Франции, и, собственно говоря, об искусстве XX века в том числе. Вот скажите, пожалуйста, как вот удавалось, где использовали материал, может быть, это документальная хроника или какие-то архивные данные? Вот немножечко об этом, пожалуйста. Да, вы знаете, Галина, я все-таки встану, потому что как-то я себя чувствую очень далекой от вас. Да, действительно, я очень много работаю с архивами, и я вот тут как-то посмотрела, разбирая свой компьютер перед ремонтом, посмотрела на файл, где хранились ссылки на все материалы, которые я использовала для написания второй книги. Это было два листа А4, ссылок и всевозможных названий, книг, документальных фильмов, которые мне понадобилось отсмотреть по теме, чтобы написать вот в этом легком жанре на такую непростую тему, потому что все-таки период оккупации Второй мировой войны, вы понимаете, да, то есть с этой темой так вот легкомысленно обойтись нельзя. И поскольку у меня все-таки еще есть какое-то такое журналистское отношение к вещам, я люблю факты проверять, чтобы не было никаких неточностей. Да, и даже изначально в моем проекте первая книга «Парадокс Апостол» называлась «Религия факта», поскольку она была журналистом, фанатиком своего дела, человеком, который исповедовал, скажем так, эту религию фактологической точности, и, ну, правда, под конец сюжета все повернулось так, что он от веры своей отступился, как это бывает в жизни. Дамы и господа, есть вопросы? Может, уже появились у кого-то, нет? Ну, тогда продолжим. Может быть, появится, да, в ходе нашей беседы. Действие романа вообще у вас разворачивается во Франции, но тем не менее, вот именно в сердце мастера ваши герои, какие-то непостижимые коллективные события привели в Россию, на родину. Расскажите вот об этом немножко, почему, как и все-таки что произошло. Да, вы знаете, вообще я хотела бы сначала, наверное, такое небольшое отступление сделать, рассказать про то, как, про завязку этой книги, чтобы было понятно вообще, о ком пойдет речь и почему человек оказался в России. Дело в том, что завязка этой истории происходит на Блашином рынке. Парижский Блашин рынок — это очень такое специфическое место. На самом деле это город в городе. Это колоссальная территория, которая существовала еще и спокон веков, потому что всех старьевщиков, тряпишников, которые собирали, лазили по мусорным бакам, до мусорным бакам рылись в кучах, всякого хлама, который люди выбрасывали из своих домов, их постоянно пытались выдворить из города. Но, во-первых, они производили дикий шум по ночам. Они ходили с крюками и доставали всякие тряпки, что было пригодно, они пытались продавать. Причем продавали в центре города и отъедали таким образом у полноценной коммерции, то есть у коммерсантов, которые продают новые вещи, как бы уводили клиентуру. Помимо этого они организовывали стихийные рынки прямо посреди улицы, что мешало движению. Ну и понятно, что к ним примыкали и карманные воришки, туда подтягивались. Да, и женщин легкого поведения. В общем, это очень раздражало всех обитателей города. И их многократно пытались выгнать. Даже кардинал Ришелье в свое время издал закон о том, что они должны все находиться за северной чертой города. Вот там был пустырь. Там когда-то находились цыганские кибитки. Потом уже ближе к концу XIX века построили укрепление, где стоял гарнизон, охранявший Париж. Вот их туда, ближе к гарнизону, все выселяли-выселяли, но никак не получалось. Пока в начале уже XX века мэр Парижа по фамилии Пубель. Почему фамилию называют? Потому что на сегодняшний день в Париже практически ни в каких домах нет центрального мусоропровода. То есть все в баках выкатывают на улицы, и в 6 утра проезжает мусоровоз, все это собирает. Так вот эти баки носят его, их называют условно Пубель. То есть это из-за минесомства стало понятием нарицательным. Так вот он в конце концов уже издал закон, что все они, вся эта братья должна находиться за чертой города. И постепенно вот эти какие-то развалы со старыми вещами начали превращаться в совершенно цивилизованные магазинчики. На сегодняшний день это огромная территория. То есть только чтобы обойти вообще весь этот блошиный рынок, нужно пройти в общей сумме километров 17. И там есть и антикварные лавки, есть лавки, которые продают старую какую-то одежду, вплоть до униформ военных. И есть лавки, которые продают вообще бессмысленные предметы, оторванные пуговицы, отломанные какие-то от флакончиков с духами, например, колпачки. Ну то есть вот какой-то такой немыслимый хлам, который, видимо, все-таки находят все покупатели. Ты туда заходишь, и ты буквально проваливаешься. Так вот историю-то я нашла в общем-то там. Она у меня крутилась в голове, я знала, про что я хочу написать, я хотела написать про похищение предмета искусства в момент оккупации Парижа, но у меня не было атмосферных деталей. Я чувствовала, что мне не хватает каких-то подробностей, которые помогут сделать эту историю яркой, поскольку жанр, как вы заметили, все-таки развлекательный. Я отправилась на этот балашиный рынок, искала рамку для картинки, хотела ребенку в комнату повесить. И шел жуткий ливневый дождь, все было закрыто, но я уже приехала, и вот я наконец-то вижу лавку, сидит у меня старичок, одинокий, грустный, значит, пьет такой черный чай в кружке, не ждет никакого клиента в такую погоду, но, видимо, дома тоже делать нечего. И вот он в ней сидит, и я останавливаюсь, и он, значит, с радостью начинает мне эти рамки предлагать. А пока он их предлагает, я смотрю на стену и вижу, что там висит одна единственная картина, без подписи, без всего. И это заснеженное поле, и по нему идет человек в распахнутом пальто, у него развивается шарф, и я понимаю, что это должен быть доктор Живаго, не иначе. Я его спрашиваю, что за картины, и вот он мне начинает рассказывать, как у него есть какие-то клиенты из белогвардейской эмиграции, и несколько историй, как они приехали в Париж, как они обосновались, и какие-то семьи разорились, и начали эти картины приносить. А также про еврейские семьи он мне рассказывал, которые тоже в свое время пострадали, во время оккупации, поскольку квартиры их были, ну скажем так, присвоены нацистами, особенно квартиры в центре горной или сельских полях, семьи депортированы, квартиры захвачены, по большому счету, и все имущество из них присвоено. А ведь это имело массовый вообще характер. Из Франции вывезли, наверное, 1060, произведения искусства. Причем сортировали все, что относилось к классическим произведениям искусства, к классическим картинам, все это отправлялось в Германию. Ну или в Австрию, потому что у Гитлера была идея создать музей Третьего Рейха, где должны были находиться лучшие произведения искусства из всех оккупированных территорий им. А тем не менее современное искусство, он тоже не обходил вниманием, но он его классифицировал как дегенеративный, его нельзя было даже в себя иметь. Даже высшие чины Рейха не имели права иметь у себя представителей авангарда, например, или кубизма, или сюрреализма. И тем не менее эти картины с большим удовольствием собирали и свозили. Возле Лувра есть такой небольшой павильон, он сейчас работает как музей фотографии. А в начале XX века это была галерея современного искусства, и туда очень удобно было подъезжать нацистским грузовикам, куда это все загружалось и вывозилось. И вот в этом маленьком музее, который назывался музей игры в мяч, потому что когда-то французские короли там играли с мячиком и ракеткой, и там были большие светлые комнаты с огромными окнами, ну как большой спортзал, только в классическом своем понимании. И там они организовали комнату, комнату мучеников она называлась, куда складировали под замок, никому не давая на это смотреть. Ну, шедевры Шагала, Кандинского, Малевич, вот все находилось там. И вот он мне рассказывал про какую-то картину, которая к нему попала, вот упоминала этот зал мучеников, ее историю, возможно, он все это придумал. Но меня как бы эта история так захватила, и я вдруг поняла, что вот она, вот она, вот он интерьер, вот она обстановка для этой истории. И с этого, в общем-то, и начался второй роман. Ну, забегая вперед, не приоткройте нам завесы, что же будет в третьем. Ну, я, да, я работаю на третьей книге, но вы знаете, получается, что сама история, ну, во всех трех книгах сквозной персонаж, тот же журналист-расследователь, однако во второй книге «В сердце мастера» он уступает главную роль своей помощнице, молодой девушке, французской журналистке, которая занимается, журналист-культуролог, которая занимается изучением искусства XX века. И ее интерес внезапно, ее внимание привлекает некий русский коллекционер, который собирает нехарактерные вещи, потому что, ну, вот картины известных художников легко потом перепродать на аукционе, особенно когда там вещи набирает в цене с каждым годом. А вот, например, монументальная скульптура, ну, во-первых, представьте, где ее хранить, да, во-вторых, как ее реализовать. Тем не менее, он скрупулезно и маниакально собирает на протяжении долгих лет все, что он находит, все работы, которые ему удается найти по всему миру, одного известного французского скульптора. И в ней возникает к этому вопросу интерес, почему же вообще что за человек такой? Она отправляется в Москву. Вы меня про это вначале спросили, да, почему же вообще и кто поехал в Москву? Я действительно как-то, первая книга очень сильно сосредоточена была на Франции, на Греции, потому что я в прошлом жила, перед Францией жила в Греции, как-то эти обе страны мне очень близки. И я просто заскучала по родному городу, мне захотелось написать о Москве. О такой Москве, которую я ее помню, о городе моего детства. Вот вы знаете, есть книга, называется «Бюро проверки» Александра Архангельского, замечательное совершенно произведение, кто не читал, прям советую знакомиться. И там буквально несколькими абзацами описан город вот таким, каким я его помню. И гремящие трамваи, и старые переулки, и Мясницкой в том числе, и Солянки. Я, например, училась, мой институт находился между Покровкой и Остоженкой. То есть вот та Москва еще не высотная, не везде, скажем так, высотная. Еще вот эта вот немножко пыльная, еще слегка такая обветшавшая на тот момент. И я очень заскучала по этому городу, и потом я еще подумала вот о чем. Дело в том, что когда разговариваешь с французами, они вообще все очень хотят, кто не был, поехать в Россию, но они говорят, я бы поехал в Санкт-Петербург. И меня как-то это всегда так задевает, я говорю, а почему? Ну то есть мне очень нравится Санкт-Петербург, я понимаю, что их там может заинтересовать в первую очередь, и почему приоритет. Но все-таки вот всегда спрашиваю, почему они говорят, ну понимаете, Москва это скоростной, высотный город, где несутся машины, огромные шоссе, огромное количество новостроек, бизнес-центров. Вот как там нету этого исторического колорита. Ну Кремль это Кремль, да, то есть потом люди, когда приезжают на 2-3 дня, они, собственно, вот ходят по каким-то маршрутам стандартным, они не видят этого города, особенно если не сезонный дождь идет, кто-нибудь не поведет туда. И мне как-то стало за Москву очень грустно, и я себе представила, что будет, если молодая девушка, тем более, которая Москву практически не знает, вот какой она ее увидит, если она поедет туда, и что с ней произойдет. Ну произошло много интересного, я не буду раскрывать весь сюжет, потому что вам потом будет неинтересно читать. Вот скажите, в ваших книгах на самом деле просто как-то гармонично переплетается и жанр детектива, и любовная линия, и сага, и вот как-то все колоритно получается, действительно гармонично. Вот ваш больше всего любимый жанр какой? Вот все-таки вы тяготеете больше к какому жанру в описании? Вы знаете, мне близок остросюжетный жанр, потому что в него можно фактически поместить все. То есть можно это написать в виде саги, можно это написать в виде детектива. Я вот как бы жанр книг, которые я пишу, для себя классифицирую как криминальная мелодрама, потому что там всегда есть какая-то любовная линия, но она не возобладает над криминальным сюжетом или детективным. Но это не детектив в чистом виде, потому что у меня, несмотря на то, что в обеих книгах проводится расследование, никогда не выясняется, кто. совершил преступление. Всегда герой пытается выяснить, почему. То есть мне причины интереснее, от этого я всегда отталкиваюсь. Так что, наверное, я бы оставалась пока что в жанре криминальной мелодрамы, а там посмотрим. Может быть, вопросы уже возникли? Не стесняйтесь, мне очень приятно, что вы пришли. Конечно, давайте не стесняться и абсолютно спокойно задавайте вопросы. С удовольствием передам микрофончик. Опять же, пожелания и поздравления с выходом второй книги тоже приветствуются. Если кто-то желает что-то сказать, пожалуйста, не стесняйтесь. Да, конечно, пожалуйста. Вер, поздравляю. Спасибо большое. Я уже все прочитала. Спасибо большое. Ну, напишу подробнее потом в личку. У меня такой вопрос. Вот тот объем, который вышел, это тот объем, который вы написали, или было больше? И каково это себя сокращать? Ну, как-то, знаете, когда вторую книгу пишешь, уже пытаешься держаться в рамках того объема, который уже был. Да, потому что, когда первую книгу пишешь, ну, что называется, пишешь ее в безсознанке. Вот у тебя как это идет поток, уже как написалось, так написалось. Ну, а со второй, да, придерживаешься, потому что понимаешь, что если будет многотом, никто не встанет на полку. Ну, как бы, космоцензура была, безусловно, и объем в голове я держала. Есть ощущение, что, может, было бы и... Мне вообще-то все, кто прочитал, сказали, почему такая короткая. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Вы как переводчик выступаете? Да, да. И переводите свои книги вы сами. Нет, я не перевожу свои книги сами, нет. Сама, то есть я занимаюсь не художественным переводом. Но пользуются эти книги там спросом. Читают они? Они не переведены на французский. Вообще могу сказать, что русская литература современная, довольно скудно представлена во Франции. Хотя, вот я, например, буквально перед отъездом была в книжном магазине, покупала детям учебники, и мне очень было приятно видеть, что на полках среди основных произведений, ну, знаете, как у нас приходишь, все равно есть какой-то стеллаж с классиками литературы. Всегда все начинается с родной литературы, потом зарубежная. Вот там с классиками французской литературы стоял Достоевский, стоял Толстой, и стояло несколько современных книг. Вот, например, стояли книги, в общем-то, такого жанра не... Как сказать, нельзя это назвать такой современной интеллектуальной прозой, которую тяготеют французы. Вот, например, прекрасные, замечательные, яркие книги Дмитрия Глуховского. Вот это из современников, те, кого я видела. Ну, если книги переводятся с русского на французский, вот есть такой момент, что как-то стараются выбирать либо книги на историческую тематику, либо книги как-то связанные с нашей травмой поколений, то есть весь этот период страшный, начало XX века, вот такая литература пользуется большим спросом. Но при этом я знаю, что издатели французские ищут русские романы про Россию, современную, которые бы давали сколько-нибудь объективное представление о том, что такое современная Россия, но написаны при этом в каком-то таком приемлемо-легком жанре. Ну, и, видимо, их не так, может быть, и много, хотя я знаю, что да, спрос на такие книги есть. Вера, подскажите, а вот кого из классиков и современников вы бы посоветовали, собственно говоря, и прочесть французским читателям, исходя из того, чтобы, наверное, более как-то больше понять, ну, сложно, но тем не менее понять русскую душу, что называется. Ну, вы знаете, вот я сейчас упомянула как раз роман Александра Архангельского «Бюро проверки». Он мне очень понравился. Ну, он на несколько специфическую, скажем так, тему написан, но он написан очень живо, и он как-то рисует. Это правда, его герой живет, то есть события происходят не сейчас, а пару десятилетий раньше, 80-е, если не ошибаюсь, этот период, и тем не менее он изображает какую-то очень достоверную картину замечательным живым таким русским языком. Вот эта книга, мне кажется, могла бы быть успешно переведена, вот и опоздавшая. Добрый день, я прервусь тогда на секунду. Спасибо огромное. Да, да, ничего. Давайте я сейчас не буду прерваться. Извините, спасибо большое. Извините. Да, вот я упомянула эту книгу, а вообще из того, что недавно было прочитано, знаете, есть такой прозаик, ну, я не назову ее начинающим, потому что, по-моему, у нее только одна книга, Елена Посветовская. Я вот хотела ее купить, даже несколько книг в подарок, это, в принципе, сборник коротких рассказов. Замечательный живопишущий автор, ее, я так понимаю, как бы гидом в большую литературу была Татьяна Толстая по ряду обстоятельств. Вот, если найдете ее книгу, почитайте. Это прямо живая, настоящая, современная проза в форме короткого рассказа. И еще недавно я прочитала замечательную книгу Любови Бариновой, называется «Ева». Вот это вот такой замечательный прецедент, когда книга, изданная редакцией Лены Шубиной, которая специализируется, в общем-то, не на жанровой литературе. Она была позиционирована как триллер, но на самом деле, по-моему, это настоящий психологический роман в русской традиции. Ну, я не замахнусь на Достоевского, но он написан настолько глубоко, хотя это вроде бы триллер, да, то есть там есть элементы и детектива, и саспенса некоторого, но это настолько глубоко написано и настолько качественно, то есть просто прочитывается за одну ночь невозможно оторваться. Вот мне бы хотелось, чтобы такие книги больше появлялись в той же Франции, потому что в них и современный герой отражен замечательно, и современное время, и взаимоотношения с обществом, но не в навязчивом манере, где прописывается, проговаривается, да, там, что происходит, там, как люди на это реагируют в России сегодня, а через переживание героев и личной трагедии. Тем не менее, все это находит отражение в прозе, да, вот эти вот, я выделила бы несколько новинок, которые мне очень понравились. Спасибо. Вот такой вопрос. Вера, подскажите, пожалуйста, вот вы уже упоминали, как, собственно, благодаря чему появились ваши романы, точнее, каким историям, которые, в общем-то, вы смогли как-то вот, которые вас подтолкнули, так сказать, к написанию этих романов. Но тем не менее, вообще сюжеты вот ваших каких-то произведений в дальнейшем или вообще вот, откуда вы их берете? Вот это жизнь наполненная, либо есть исключительно вымысел, вот исключительно, вот как-то вот пришло, вот навило, и вот, либо все-таки это, знаете, как вот хроника, я не знаю, там, репортажи, там, чрезвычайных ситуаций или еще что-то такое. Вот как, что, откуда берутся? Ну, это очень интересный вопрос, который задают обычно практически, да, на всех конференциях тем авторам, но тем не менее, это всегда интересно. Вы знаете, вот первый роман «Парадокс Апостола» вообще я считаю, что бесконечным источником сюжетов и конфликтов вообще текстами, где все это уже заложено, которые требуются просто переработать и переложить на современный лад, являются древнегреческие мифы и библейские тексты. Вот там есть все. Вот я как бы, в принципе, если взять любую главу, да, или любую историю, то там ты находишь все, говорят вообще, вот специалисты, преподаватели литературного мастерства говорят, что сюжетов, на самом деле, очень ограниченное количество. Это нам только кажется, что вот столько разнообразия, книг, да, а основных конфликтов и основных сюжетов их не так много. и в Библии, и в древнегреческих мифах есть это все. Парадокси апостола есть герой, он преступник, русский преступник из 90-х, но мне не хотелось совершенно рисовать такого черно-белого страшного киллера, который уже нарисован многократно во всяких боевиках тех же 90-х годов, а мне хотелось посмотреть на это с другой стороны. И его зовут Павел, и его история, по сути дела, перекликается с историей апостола Павла, который ведь тоже был убийцей. Но только вот он сумел переродиться, да, и стать апостолом, учеником Божьим, а мой герой так вот и ушел ни с чем. Поэтому с первой книгой это было так, и там это прослеживается, а вот со второй я вам в нескольких чертах обрисовала, мне очень хотелось написать про Париж периода оккупации, потому что, вы знаете, когда говорят вообще Вторая мировая война это очень болезненная тема для нас, но, например, для французов они практически не говорят. У меня дети в французской школе учатся, и я просто с грустью и ужасом вижу, что прям по касательной там прочитали, там за урок прошли и все. Потому что Франция понесла тяжелейшие потери в Первой мировой войне, потеряли очень много людей. А во второй вы сами знаете, как быстро это все у них схлопнулось, как они быстро сдались, и было правительство веши, было движение сопротивления, и они им очень гордятся со своими сопротивленцами, но это носило все-таки несколько подпольный и такой ограниченный характер. И вот интересно, Париж того времени, где тоже были введены продуктовые карточки, где тоже заколачивали окна, где улицы не освещались, где невозможно было добыть пару обуви, поэтому по всему Парижу раздавался этот стук деревянных подметок, даже там песня про это такая есть популярная, потому что брали, делали колодку из дерева, как сабо, пришивали к ней ткани, и вот парижские модницы в них, собственно говоря, и ходили. Но, тем не менее, все театры работали, кинематограф был заполнен людьми, другое дело, что там крутили на 50%, если не больше, немецкие фильмы, которые французы саботировали, никогда не ходили, но ходили зато нацисты, и есть фотографии замечательной черно-белой хроники, Елисейские поля, цветущие каштаны, и вот в кафе сидят господа в форме. И интересно, что ведь в отличие от того представления, которое у многих есть, когда в 40-м году немцы вошли в Париж, никаких планов по разрушению этого города у них не было. Более того, они пришли с четким списком тех сокровищ, которые они хотят оттуда планомерно вывезти. Они прекрасно жили в роскошных квартирах, в замечательных отелях, переделали свой штаб, то есть, например, в Люксембургском саду, Люксембургский дворец, где сейчас заседает Сенат, там находился штаб СС, нет, не СС, извините, Люфтваффе, их оттуда очень долго выдворяли, уже вошли союзники, все равно не могли их никак оттуда, они последними оттуда ретировались. И прекрасно, многие рестораны работали на них, то есть, простые люди жили по карточкам, а рестораны, роскошный Максим с большим удовольствием принимал у себя немецких офицеров, сопровождение, иногда и французских спутниц. То есть, это очень тяжелая и интересная страница истории, все знают, да, про этот жуткий факт, как после того, как в 44-м году немцы все-таки были выдворены, как французы обревали голову своим женщинам, да, тем женщинам, которые как раз про этот фильм есть замечательный, с актрисой Шарли Стерон, может быть, вы видели, «Голова в облаках» называется. Посмотрите замечательно красивый фильм как раз вот по этой теме. И мне про это очень хотелось написать, но мне не хотелось нагнетать, мне хотелось оставаться в своем жанре, мне не хотелось нагнетать вот как бы никакой темноты вокруг этого, и поэтому я решила как-то ограничиться сферой искусств, ну и дать по максимуму, насколько формат и объем позволял, вот этих вот деталей, как это все выглядело. Так что вот эта книга родилась немножко, у нее были другие корни, да, она не связана с тем способом поиска сюжетов, о котором я рассказала в самом начале. Вера, вы затронули такую тему, действительно очень болезненную для России, в том числе, тему Второй мировой войны и особенно отношению союзников, собственно, к этой странице истории и особенно ее преподаванию детям. Вот ваше личное по этому поводу отношение, мнение, и хотелось бы, опять же, наверное, поговорить о том, что если вот в общем-то не будут знать истории, той подлинной истории, которая была наши дети, то не грозит ли нам это, ну, не повторением, но может быть, опять же, какие-то ошибки вновь будут сделаны в этом направлении, вот что вы по этому поводу думаете? Да, я с вами полностью согласна, и вот, знаете, я в институте изучала межкультурную коммуникацию, это очень, то есть я вообще специалист по межкультурной коммуникации, помимо перевода, и когда ты живешь сначала в одной стране, потом в другой стране, потом в третьей, ты вдруг понимаешь, какие-то вещи, которые ты воспринимал, вот участвуясь в российской школе, или там в советской, я в советской училась еще, какие-то вещи, которые для нас являются очевидными, насколько по-другому они могут трактоваться в другой культуре, ну вот, папа, друга моего ребенка, младшего, он очень крайне образованный, эрудированный, начинный человек, сам пишет книги, он архитектор к тому же, успешный, вот, и он на полном серьезе меня пытался убедить, что наполеоновская армия, Наполеон проиграл войну в России, исключительно по той причине, говорит, что это официальная версия, все обещал мне прислать какой-то документальный фильм, который по их центральному каналу шел, исключительно по той причине, что заели паразиты, вши, одолели паразиты, и начали солдаты вот болеть и как бы слабеть, представляете, когда эрудированный, образованный человек такие вещи тебе рассказывает, и вдруг, причем он мне в шутку, я сначала начала как бы с ним подшучивать, думала, что он так меня, ну, дразнит, скажем, вот, а потом я поняла, что он на полном серьезе, и когда он мне начал говорить про этот фильм, который вот, и что это действительно так, и что у вас какая-то своя версия событий, говорил он мне, так что да, и я считаю, что про второе, в этом же году еще 75-летие, и для нас это огромная дата, очень важная дата, ну, посмотрим, как вообще найдет ли оно себя отражение в европейских странах, но я с детьми на эту тему много говорю, они все пытаются все равно сбиться в сторону Первой мировой, потому что про это много рассказывают, ну, и как бы герои те же, вот, и все эти героические элементы сопротивления, они, конечно, понимают, но мне важно, чтобы они знали немного другую сторону историю. Спасибо. Вопросы еще есть, пожалуйста? Нет желающих выступить? Ну, пожалуйста. можно издать во Франции нашу литературу, и дорого ли это стоит? Вот, судя по всему, как вы в Эксмо, значит, в декабре передали эту книгу, и уже сейчас она вышла в продаже. Да, но тут немножко две истории смешались, поскольку они не переведены на французский, они все-таки издаются только в России в данный момент. Во Франции книги издаются, то есть на сегодняшний день французы, по-моему, по количеству читающих людей уступают только Германии, вот, из европейских стран. И да, там читают очень много книг, насколько там русскому автору легко или трудно издаться, я не знаю, но подозреваю, что очень непросто. Что касается издания книг в России, вы знаете, но у нас страна же и с одной стороны по-прежнему все равно хоть эти цифры значительно снизились с наступлением мэра интернета и доступности другого вида развлечений, там, в виде сериалов, в виде социальных сетей и так далее, которые все-таки отъедают время. Большое количество людей пишет книги. Я вот проходила несколько курсов обучения в школе Майи Кучерской, вот у нас Высшая школа экономики рядом находится, и там как раз есть магистратура литературного мастерства, и я вам могу сказать, что там огромное количество людей, которые пишут прекрасно и которые пишут глубоко и очень интересно. У нас могло быть гораздо больше сильных писателей, чем вот сейчас есть на рынке, ну, я имею в виду современных, и разноплановых, и разножанровых, но все же очень сильно коммерциализируются, поэтому вот иногда издатель идет там на поводу каких-то тенденций рынка, а на что больше спрос, а что лучше продастся. Вот, но тем не менее есть редакции, которые выпускают замечательные качественные книги, и большое им за это спасибо, несмотря на конъюнктуру рынка. Да, непростое это дело. Добрый вечер, Вера, будьте любезны, а скажите, пожалуйста, если посмотреть все-таки на обложку книжки, может быть, вы нам тоже немножечко раскроете, участвовали ли вы, собственно говоря, принимали тоже участие в разработке обложки и первой, и второй своей книги, может быть, это ваши какие-то тоже знакомые, художники. И второй вопрос, каким образом все-таки удается ли вам не терять связь, находясь все-таки вне нашей страны, не терять связь именно по современной литературе нашей? Вы восполняете этот недостачу, скажем так, способом интернета, либо все-таки вам удается брать в руки тоже книги, кто-то, может быть, привозит? Спасибо, два вопроса очень интересных. Про обложки. Сейчас мы как раз с моим редактором обсуждаем этот вопрос, мне будет интересно услышать и ваше мнение, в том числе и те, кто покупал мои книги. Что касается первой книги, здесь есть мое участие, то есть у меня было некое видение, но дальше художественное исполнение это уже не моя часть работы, то есть у меня была идея, я бы приказала, как это могло бы быть, но вот исполнили так. Что касается второй, обложки нет, это самостоятельное решение, которое принадлежит художественной редакции издательства, и тут как бы моей руки нет, ну, по-моему, оно вполне удачное. Но мне бы вот хотелось услышать мнение зала, насколько вам вообще такой формат кажется, размер там, не знаю, или обложка, вот какой-то, если у вас есть мнение, я с удовольствием его выслушаю сейчас. Буквально пара слов. Пожалуйста, не стесняйтесь, мы критику тоже принимаем. Конечно. Поэтому, пожалуйста, может быть, есть какие-то пожелания, может быть, книгу сделать побольше, поменьше. Нет, всех все устраивает, да. Великолепное решение, потому что я вот, например, сейчас американских авторов читаю, ну, там просто толстые. Да, ну, это вот у них стандарт такой, это интересно, как в каждой стране свой стандарт. Гениальное решение, вот простите, что я на самом деле щедрая для вас на комплименты, но, знаете, вот с любовью ничего не сделаешь, она такая, если она любит, то она... Вот, и по поводу обложки, она тоже... Размер идеальный, вот, и обложка, она очень говорящая. Ну, на самом деле, вот, спрашивать, о чем, все равно будут смотреть аннотацию, но очень говорящая обложка, и она тоже думает, что... Вот интересно, как во всех странах свой стандарт в правах, что действительно англоязычные авторы, это вот такие вот огромные талмуды и мягкая обложка. Когда я хожу в французский магазин, я вообще ничего выбрать не могу, у них какой-то очень странный стандарт, то есть у них половина обложки закрыты красной такой лентой, которая загибается внутрь, и на ней крупными буквами написано там новинка, там имя автора, а сама обложка может быть просто белой, вообще без всякого имиджа. И вот очень большой книг выходит именно в таком оформлении, но французы привыкли, видимо, они как-то умеют ориентироваться. Кроме жанровой литературы, где там все-таки какие-то элементы, интриги на обложке присутствуют. А что касается второго вопроса по поводу того, насколько я оторвана от того, что вы уходите в Россию, знаете, я читаю постоянно. Во-первых, я все-таки приезжаю два раза в году, и я в книжный магазин, и у меня уже конфликт на эту тему и с мужем, и мама удивляется ненасытности этой. Я покупаю много книг, покупаю их детям, у детей огромная библиотека. Я вот недавно раздавала парижским мамам, просто в интернете пошла, группу и сказала, кто хочет забрать, у меня дети выросли уже из этого периода. И когда они забирали, они смотрели вот такими на меня глазами, изумленными, говорили, боже мой, какие книги. Это жалко было расставаться, но хранить уже тоже негде, надо как-то ужиматься. Парижские квартиры очень тесные, как будто не разбежишься. И я купила себе электронную книгу, конечно, это совсем не то ощущение. Ну, не то ощущение, но зато можно делать большое количество закладок, выделять абзацы, которые тебе понравились. И я прям с удовольствием иногда беру и открываю какие-то закладки, смотрю на те куски, которые на меня произвели впечатление несколько лет назад. В этом смысле электронная книга очень удобна, и сейчас практически все книги выходят в электронном формате. Иногда не так быстро, как хотелось бы. Вот книга Людмилы Улицкой в бумаге вышла еще когда, в декабре, кажется. И вот я ждала-ждала, я так хотела на новогодних праздниках почитать, а она все была недоступна. И этот момент немножко иногда разочаровывает, но в основном, да, я читаю большинство новинок, другое дело, что зависит от жанра, я не очень часто читаю жанровые книги. Это плохо, потому что как-то надо понимать, что другие пишут в похожем жанре. Мне больше нравится современная проза, я как-то вот авторов больше узнаю вот из этого сегмента. Но, да, я не отрываюсь, я в курсе всех новинок, которые у нас выходят. Поскольку обещали, что будет интим, вы будете готовы рассказать о семье? Вот у меня, поэтому, такой вопрос. Вот, что такое писательница мама и писательница жена. Вот, это для любопытно и интересно детям, и что они спрашивают про развитие событий, советуют или полное равнодушие, например, это наоборот, ширма. Вот, и, ну, например, там, это полемика, ну, тоже поговорить с своими близкими, а как бы это могло быть, или закрытая тема. Вот, и муж свысока или наоборот, за столом, или что, расскажите, пожалуйста, потому что это событие. Ну да, да, за такой вопрос, который уже углубляется в личную историю. Нет, дело в том, что, понимаете, для современных детей, которые растут с ранних лет вот в окружении, вот мы, например, не смотрим телевизор, у нас никто не знает, как включать телевизор, я считаю, с большим завоеванием, сопротивлением наступающей эры оцифровывания всего и вся. Но все равно телефоны, да, там какие-то планшеты, это все есть, и это съедает большое количество времени. И поэтому книги для них, то есть у них нет никакого пиетета перед книгами, но вот мы росли в ту эпоху, когда, извините, нужно было собирать макулатуру и металлолом, чтобы новую книгу, ну, в смысле, новую, в смысле, не нововыпущенную, а свеженькую книгу заполучить, там, Даниэля Дефой, наконец-то прочитать, или там, Александра Дюма. И у меня до сих пор, я когда смотрю на мамину коллекцию книг у нее дома, я думаю, господи, какая же у меня была библиотека, это же вообще сейчас трудно себе представить, как они добывали для меня эти книжки. У детей пиетета перед словом книга такого нет, то есть они с разных сторон к этому заходили, говорят, а почему ты это делаешь? А что, за это много платят? Или там, а ты какие книги пишешь? А вот сейчас начали гордиться. Сейчас начали гордиться, вчера ребенок сидел и что-то там смотрел в интернете, и вдруг ему прилетела какая-то таргетированная реклама с моей книгой. И он сказал, мама, тебя в телефоне показывают. Показывают, да, дети стали гордиться, мне это очень приятно. Что касается мужа, это была его идея, он как бы настоял на том, что нужно перестать бояться, бояться и как бы попробовать писать книги. Ему всегда казалось, что должно получиться, но вот получилось. Насколько хорошо, это уже вам судить. Спасибо огромное. Есть еще что спросить? Конечно, пожалуйста. Активный читатель. Я на самом деле Галуза Наталья, я активный читатель, я с удовольствием, у меня при том, у меня всегда переполняет чувство восторга, что вот моя коллега, и вот это, ну, совсем другая постась. Человек был в маркетинге, и я думаю, что всем нам тоже, может быть, у нас есть другая жизнь. Вере удалось в одной жизни воплотить сразу такие отрывки, не только там геолокации менять, а это такая, ну, прям дело жизни, это прям принципиальная история. Вот. Насколько вот углубляться, но все-таки одно дело, когда это история отношений людей, драмы, и там нет документальных. Вот. А тут, когда вы зашли на такую территорию, которая требует... Да, территория зыбкая, да. Да. Вот. И читатель какой-то пошел современный такой, которому, ну, там, если, я не знаю, там, форма СССР, она была, вот, неточность какая-то, и сразу начинают копаться в этом, рыть дальше, несоответственно. Вот. Насколько открыты архивы, насколько можно доходить, вот, ну, это просто страшно, даже зайти на территорию, которая исторически, вот, испочрена всякими деталями, насколько комфортно вы себя чувствуете, и почему именно туда засасывает. Да. Вы знаете, да потому что, наверное, все очень часто вымышленные истории имеют какие-то реальные корни, авторы могут даже в этом как-то не всегда признаваться, да, но всегда есть какой-то толчок из реальной жизни, ну, может быть, только если ты не писатель, фантаст, который тебя подталкивает к созданию сюжета. И вот, что касается архивов, это страшно звучит, да, мы себе представляем дедушку архивариуса такого в очках, и вот какой-то пыльный подвал, где какие-то вот лежат эти архивы в железных ящиках с карточками. А на самом деле, сейчас же все очень доступно, потому что, например, что касается вот всех как раз произведений искусства, которые были вывезены из Франции, французам удалось очень много вернуть. Но, вы понимаете, ведь многие люди так и не вернулись, и существует целый архив, который недавно был полностью открыт для широкой публики, где там порядка двух тысяч произведений искусства, не нашедших своих бывших владельцев. то есть, никто никогда не потребовал их вернуть обратно. И в Израиле, мне кажется, году, в Иерусалиме, году, наверное, 2007, я боюсь исказить дату, но где-то вокруг этого, была даже специальная выставка, которая называлась, вот, ищем владельцев, выставка произведений искусства, которое удалось вернуть, и они хранятся во французских музеях и в центре Помпенду, и в Лувре, и они ждут своих хозяев. То есть, ну, другое дело, что нужно доказать вообще, что это тебе принадлежит, это тоже не так просто. Но, тем не менее, в любой момент владельцы могут получить эти произведения искусства обратно. Я вот зашла просто на сайт, который посвящен как раз этим картинам, этой скульптуре, и там несколько страниц предыстории вообще, как их разыскивали, и написано таким замечательно живым языком, вот прям это то, что рекомендуется делать всем, кто создает и открывает для широкого пользы национальные архивы, потому что это прямо сам по себе немножко роман. Да, там очень много интересной информации дается. Так что нет, я в архивах, я с трепетом, конечно, в них копаюсь, но это никакая не исследовательская работа, я могу просто уцепиться за какой-то факт и как-то его там использовать в книге, но я не пишу исторические романы, понимаете, поэтому я никоим образом не претендую на глубокие исследования и тем не менее, ну, в общем-то, думаю, что вся информация, которая в книге приводится, она достоверна. Спасибо огромное, если есть еще желание высказаться, пожалуйста, мы призываем вас к вопросу, пожелания, опять же. Критика. Критика. Вера, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, когда вы начинаете писать книгу, поэтому предшествует какое-то вдохновение или включаете какую-то кнопку и начинаете писать? Очень хороший вопрос, потому что действительно есть издательские сроки, когда ты пишешь уже авторскую серию, тем не менее, какие-то определенные сроки есть, то есть ты не можешь писать пять лет. Поэтому, если с первой книги я себе позволяла растекаться столько, сколько требовалось, ну, я прерывалась, я думала, ой, да боже мой, зачем я вообще все это затеяла, вот сейчас опозорюсь и потом жалеть об этом буду. Поэтому я как-то ее откладывала, возвращалась к ней, в общем, все это растянулось практически на два года написание, плюс я потом жутко себя цензурировала, редактировала, в общем, мучилась страшными сомнениями. Со второй, во мне раз работал профессионал рекламной индустрии, и я просто посадила себя в один день и, в общем-то, работала без выходных практически, кроме тех случаев, когда было бы необходимо взять выходные, и написала ее за достаточно сжатый срок. И это тоже ответ на вопрос, приходилось ли себя ужимать, но приходилось просто потому, что в этот срок написать длиннее было бы невозможно. А какую-то воду добавлять к этой яркой истории мне не хотелось. У меня каждая глава, она прям как эпизод, полноценный, наполненный деталями. Спасибо. Спасибо огромное. Тогда давайте еще раз поаплодируем и, конечно же, поздравим Веру с выходом второго романа. Мы с нетерпением будем ожидать третьего. Желаем вам творческих успехов. Ну, конечно, приезжайте почаще в Россию, мы вас всегда очень ждем. Спасибо большое всем, кому удалось прийти. Я очень ценю то усилие, которое вы сделали. Была рада вас видеть. Спасибо огромное всем за внимание. Дамы и господа, наша встреча не заканчивается. У вас сейчас есть уникальный шанс подойти и получить автограф. У наших гостей также в зале номер 13 для вашего удобства работает дополнительная касса прямо здесь же. Если вы обернетесь за вашими спинами, ориентируясь на голубой баннер, такая касса есть. Поэтому спасибо огромное всем за внимание. И до новых встреч в Библиоглобусе. Пожалуйста, подходите, не стесняйтесь, подписывайтесь в свои экземпляры книги. У нас на столиках выложены. Вот, пожалуйста, вот столик, вот столик. Вот дальше, вот возле дядюшки Библиоглобуса нашего целая выкладка книг. Можно туда подойти и взять свои экземпляры. Спасибо.